Влад Листьев убит Эту печальную новость знают уже все И потому в потоке сегодняшних сообщений Соболезнования, версии мотивов и обстоятельства Этого страшного преступления Вчера вечером в подъезде своего дома Улица Новокузнецкая, номер 30 Был убит Владислав Листьев В 21.25 через дежурного по району поступил сигнал Что по адресу Улица Новокузнецкая, дом 30 Улица своей квартиры С огнестрельным ранением человека Была туда выслана группа немедленного реагирования Суть подтвердился А когда уже было определено, что это влезти? Сразу То есть вам уже дежурный сказал? Нет, когда ребята мои выходят Ну, в лесу узнают и определен Вряд ли причиной убийства был грабеж При убитом обнаружены деньги Полторы тысячи долларов и миллион рублей Причиной смерти явилось Слепое огнестрельное ранение головы С разрушением мозга Смерть наступила мгновенно Говорится в заключении экспертов На месте убийства работала бригада криминалистов ГУВД Москвы и прокуратуры Следователи пока воздерживаются от каких-либо комментариев Однако известно, что прорабатываются все возможные версии Быт, месть, политика, профессиональная деятельность Многие считают, что причина убийства акционирования Останкина Впрочем, пока неизвестно, как относятся к этому предположению следствия Расследованием дела занимается особое подразделение Московского уголовного розыска Специализирующиеся на громких преступлениях Убийствах депутатов и известных банкиров К расследованию подключились также региональное управление По борьбе с организованной преступностью И Федеральная служба контрразведки Видимо, с одной из первых оперативных мер По розыску убийц столкнулась этой ночью и наша съемочная группа Возвращаясь с места происшествия в Останкино По словам нескольких постовых милиционеров Вероятнее всего, именно в связи с убийством Ночью была объявлена в розыск иномарка темного цвета В ней двое хорошо одетых мужчин Даже когда убийства становятся будничными К смерти привыкнуть невозможно Каждое новое преступление будоражит Убийство Владислава Листьева потрясло И сегодня все разговоры в народе только об этой трагедии Сюда на Новокузнецкую с самого утра Идут и идут люди Чтобы положить цветы Цветы у дома Цветы на машине И все задают одни и те же вопросы Друг другу и приехавшим съемочным группам Кто, почему, зачем Кому нужно было это убийство Будут ли ответы Я считаю, что началось все с холода Для меня лично Был Тальков Это уходят те люди, которые действительно говорили нам правду Просто убивают талантливых, прекрасных людей Все это настолько страшно, настолько ужасно Это судьба России, когда погибают действительно лучшие люди Наши современники Высотки, Даль, Тальков, Сой Все люди погибающие в расцвете лет Просто говорить, ну трудно, просто трудно Я думаю, что здесь кто собрался Не просто пришли люди посмотреть Толпа А это люди, которые любили, уважали Когда этот час пик включаешь Действительно видишь прекрасные, удивительные глаза Он никогда никого никогда не оскорблял с экрана телевизора Он был прекрасным человеком Понимаете, настолько корректный, что просто вот Мы не знаем Его передачи всегда вносили какую-то живую струю в нашу жизнь И необыкновенно прогрессивный человек был И просто очень тяжело И будет безумно его не хватать Никто не возьмется сейчас однозначно ответить на вопрос За что убили Владислава Листьева А нам казалось, что мы так хорошо его знаем Как доброго знакомого воспринимали его даже те, кто видел только с экрана телевизора Каждую неделю во взгляде, поле чудес и в теме Потом каждый день в часе пик Его планах была галактика, новая детская игра Но с Владом Листьевым дети эту программу не увидят Как и другие передачи, которые он бы еще обязательно придумал Ведь ему было всего 38 Смерть стала буднями Убивает предпринимателей, банкиров, эстрадных певцов, священников Теперь 9 граммов смертоносного спинца Остановили сердце Влада Листьева Убит журналист, без которого, как сказал как-то писатель Андрей Платонов Народ неполный Никогда, ни при царях, ни при генеральных секретарях Журналистов не убивали так жестоко, так безжалостно, так планомерно Я не знаю, зачем и кому это нужно Вернее, я точно знаю, что убивают за слово Раньше за это свободное слово преследовали, ссылали, гноили в гулагах А сейчас кто-то в холодной умелости решил Зачем так сложно? Проще убить И вот летят пули купленных убийц навстречу журналистским сердцам И один Господь Бог знает, в какой точке они пересекутся Сердце и пуля Эта мысль как бы уже прозвучала и оформилась в слова Смерть Листьева – результат бандитских разборок внутри и вокруг Останкина Просто и даже очень просто Как будто Останкина – часть какого-то вакуума Как будто нет наступающей на нас организованной преступности Как будто не было и нет крупных, нераскрытых заказных убийств Как будто не дышит нам в лицо липкое, заискивающее, жалкое мурло доморощенной российской мафии Я не знаю, какие политические симпатии или антипатии обуревали настоящего профессионала Листьева Но если наш президент против лжи, против крови и утрат, против смуты и разорения То более пропрезидентского человека, чем Листьев, не было на нашем телевидении Поэтому не надо давать необходимые указания Не надо неотложно решать проблему преступности Не надо журналистской лицензии на безопасность Надо одно единственное Чтобы недоубитых еще журналистов власть слушала и слышала Потому что сердце настоящего журналиста бьется в огромной груди народа Не понимать этого, значит продолжать убивать журналистов Значит идти назад, значит возвращаться в прошлое К тоталитаризму, к диктатуре, к бронепоезду Который все еще стоит на запасном пути Влад Листьев взрослел и мужал по мере жизни у нас на глазах Но мальчик из взгляда и маститый телеведущий были чудесно схожи между собой Он преуспел в доказательстве своего задиристо интеллигентного своеобразия Которое в народе очень часто зовется просто талант Его именем называли мы не только человека, известного миллионам Но и целое направление современной телепублицистики Сегодня российский президент экстренно изменив в связи с трагическим событием Распорядок своего рабочего дня Приехал на траурную встречу с коллективом нашей телекомпании Вокруг Останкино вновь многолюдно Сегодня всех собравшихся здесь Объединило скорбь и потрясение, вызванное злодейским убийством Одного из талантливейших российских тележурналистов Владислава Листьева Который был и останется в нашей памяти символом свободы и независимости Которую далеко в непростых условиях обретает пресса обновляющейся России Почтить память нашего коллеги В Останкино прибыл президент Российской Федерации Борис Николаевич Ельцин В зале ведущие журналисты России Многочисленные друзья Владислава Уважаемые коллеги, уважаемые друзья Мы собрались сегодня по скорбному трагическому случаю Когда погиб, убит Один из самых прекрасных людей в телевизионном мире Я подчеркиваю, в телевизионном мире Приходится сожалеть горько о том, что журналисты продолжают быть жертвами 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 Кто следующий Я обращаюсь к вам Почтить память Владислава Николаевича Листева И Саваня Спасибо Руслан Николаевич Произошла трагедия Трагедия для коллектива Останкино Для всех журналистов России Для всей России Трагедия Бандитского Убийства Трусливого Злобного Убийства Одного из Талантливших Телевизионщиков Александр Николаевич Говорит миром По крайней мере он отличался Останкино Не первый случай Это огибнут журналисты Значит Есть Какие-то причины Которые не может Уловить государство С чем не может Правиться Правительство и президент Чем не может справиться Прокуратура Административные Органы Видимо Что-то есть И в обстановке Самого коллектива Останкино У нас Нет в России Такого разгула Нет такой безответственности Со стороны административных органов Нет такого Разгибдяйства Как в Москве Насращивание Мафиози Разными коммерческими Инструктурами Насращивание Мафиози С административными Органами Органами Внутренних дел Руководители В том числе и города И руководители этих органов Смотрят Вось Пальцы Я думаю Что Будет Учитывая Что Москва Она Отделена Отдельно Административные органы Работают От Министерства Внутренних дел Это будет еще Конечно Слишком малой Ценой Загибель Влада Листьева Если Если Снять С работы И Уволить С службы И прокурора Москвы И начальника Главного управления Внутренних дел Москвы Это будет Справедливо Потому что Здесь Жизнь Человека А там Будут Сняты Работы И Уволены Конечно Это Еще один урок Для нас Урок Что мы Боясь Самих себя Боясь Того Чтобы не превратить Россию В полицейское Государство Мы Боимся Ужесточить Борьбу С этими Бандитскими Формированиями В Узбекистане Взяли И сразу Расстреляли Шесть Бандитских Групп Расстреляли Органы Внутренних Дел И положение Сразу Стало Улучшаться Я Не Призываю Чрезвычайки Нет Чрезвычайка Нам Не Нужна Нам Есть Да С учетом Того Что я Сегодня Направил Государственную Думу Новый Закон О прокуратуре И Новый Закон Об Усилении Ответственности За Преступность За Правонарушения Всех органов И всех Руководителей Это должно сыграть У прокуратуры Есть достаточно Жесткости И достаточно Твердых Подходов Для того Чтобы Все-таки Мафиозные Группы Дрогнули Для того Чтобы они Почувствовали Что спуска Здесь не будет Только Видимо Таким Путем Мы можем Приостановить Эту волну Преступлений Бандитских Преступлений Я не мог Не прийти К вам В эту минуту И склоняю Голову Перед вами Как один Извиновник Тех Руководителей Которые Недостаточно Приняли Мер Для борьбы С Бандитизм Коррупцией Взяточством И преступностью Я Кроме этого Хотел бы сказать Что Я буду Поддерживать Поддерживал И буду Поддерживать Останкина Я Подпишу Указ Который Подготовлен О Так сказать В некоторых Изменениях Но Все это На пользу Останкина На пользу Я понимаю Насколько Вам сегодня Тяжело Всем нам Тяжело Тем не менее Надо Вспомнить Еще раз Как трудился Владислав Листьев Брать С него Пример Я выражаю Соболезнования Всему коллективу Всем вам Друзьям Близким Конечно Семье Близислава Николаевича Спасибо Близис Николаевич Мы очень ценим То что Вы нам сказали И о том Что Мир Который Будет принят А не справедливо Ну и мы тоже Должны все Проникнуться Журналистской Солидарностью С тем Чтобы Не Друг Сдругом Ссориться А чтобы Направить И наши Слова И наше Перо Против тех Кто Упорно Пытается Повернуть Нашу Страну Назад Если Вы посмотрите Череду Убийств То Они Ведь Вполне Определенно Это Сторонники Свободы Свободы Реклама Сторонники Реклама Это Сторонники Движения Нашего Вперед Это Сторонники Того Демократического Строя Которые У нас Есть Это Сторонники Президентов Поэтому Я Не Хочу Заранее Тут Сказать Виноватых Там Подать В некие Такие Крепливые Обвинения Это Дело Других Но Хочу Сказать Только Одно Я Считаю В конечном Счете Это Политическое Убийство В realmente Деньги Because Я Число Влад для меня это приятель, коллега, с которым мы работали еще на иновещании. Вместе служили в комсомольской организации. Потом они меня пригласили, забрали с собой во взгляд. В общем, это тоже много страниц в нашей жизни. Для меня это колоссальный профиль, человек номер один на нашем телевидении. И, кроме того, в общем, друг. Что касается его смерти, помимо того, что это для нас, для всех, я даже не знаю, как сказать, трагедия, потери, в общем, слова тут все меркнут перед собой. Я думаю, вот о чем, что все это заставляет меня думать о том, что мы живем в бандитской стороне. И, к сожалению, Влад не будет последним. Это все абсолютно для меня однозначно связано с его новым назначением. Потому что, как бы, вот вариант Джона Леннона, наверное, тогда на площади нужно было это сделать, в машине выстрелить. Здесь, по-моему, других версий быть не может быть. Я не хочу сейчас думать о том, кто это сделал, кто это организовал, понимаешь? Не хочу. Я думаю о том, что раз журналистов у нас стреляют, значит, мы в этой жизни еще что-то можем. Ну, как это горько, как это страшно. Что уходят ровесники, что уходят такие чудесные, близкие друзья. Влад был моим другом, и я, тем не менее, стараюсь сейчас отставить эмоции, потому что эмоций было на экране сегодня достаточно, и еще будет достаточно. Я пытаюсь понять, где тот предел бездействия власти, которое как бы у нас есть. Я читаю в газете откровения большого милиционера, который нам рассказывает, что в их поле зрения находятся 500 преступных группировок. Ну, что ж вы сидите, или вы с ними заодно, каждый день после очередного убийства, набившая оскомину фраза, по мнению экспертов, здесь работали профессионалы. Ну, хорошо, они профессионалы, а вы кто? Я не знаю, что делать. Ощущение два. Или надо нормальным людям отсюда бежать, или вместо того, чтобы платить налоги, надо на эти деньги купить стволы и начать стрелять первыми. Может, нас хоть больше окажется тогда, я не знаю. В России, в общем, никогда не действовали законы, на самом деле, ни при царе, ни при советской власти. И люди жили какой-то своей жизнью. Единственное, что может спасти сейчас, опять же, не законы. Сейчас скажут, давайте примем законы, указы президента. Наверное, какая человеческая мораль. И каждый, так сказать, должен это дело переосмотреть и подумать, в каком обществе мы живем. Что это за общество, где можно убивать журналистов, политических деятелей, где оружие и сила являются практически единственным методом решения каких-либо проблем. Так представляется, что это решение, на самом деле, это, конечно, не решение, а это усугубление этих проблем. Ну, собственно, такая ситуация была в Италии. Слово «мафия» — это такое итальянское, да? Аббревиатура, которая означала первоначально антифранцузское итальянское движение, мовементу антифранчеса итальяна. И потом, когда же какой-то предел в обществе был достигнут, то итальянцы сказали, что нет, мы не хотим жить в этом обществе. И сейчас в Италии активное движение против мафии. Просто у мафии горит земля под ногами. Такая же ситуация должна создаться в России. Я думаю, что это убийство относится как раз к тем убийствам, к разрядам убийств, которые никогда не будут раскрыты. Ну, это мое мнение. То есть это как бы последняя точка, наверное, для народа, но для тех структур, которые продолжают убивать, это не последнее. Наверное, в любой цивилизованной, развитой стране руководители правоохранительных органов восприняли бы такое убийство как личное оскорбление. Вообще, это серьезный повод им задуматься о месте, которое они занимают, о своих способностях соответствовать этому высокому месту. Самое тяжелое, если развитие событий в стране, на телевидении в частности, сейчас пойдет по сценарию тех людей, которые убили Влада, которые все это четко просчитали, потому что, как правило, реакции противоположной стороны бывают эмоционально неподготовлены. Те, кто совершают подобные чудовищные преступления, все просчитывают от А и до Я. Убийство Влада Листьева – это вызов всем нам, российскому обществу. Совет директоров общественного российского телевидения расценил это убийство как вызов бесчинствующей, озверевшей мафии. Убеждены, подчеркивается в заявлении Совета директоров, что это заказное и более того политическое убийство. Его вдохновители и организаторы должны знать – пощады не будет. Смерть Влада Листьева переполнила чашу терпения журналистов. Они намерены провести акцию протеста, вплоть до приостановки выхода газет и прекращения трансляций телевидения и радио. Такие предложения обсуждались сегодня на экстренном заседании клуба главных редакторов. Эту акцию провести нетрудно, если бы ни одно обстоятельство. Молчание средств массовой информации может невольно внести лепту в запугивание народа. Минутой молчания почтили память погибшего Влада Листьева российские и иностранные работники средств массовой информации, пришедшие в полдень в Центральный дом журналиста. Как сказал председатель Союза журналистов Всеволод Богданов, подобные встречи становятся страшной традицией. Телевидение, пресса в целом не ограждена от борьбы политических партий, финансовых группировок за власть и за деньги. Влад не мог являться некой, так сказать, стороной в финансовых трениях. С моей точки зрения, это или месть за то, что он хотел очиститься от той грязи, которая налипла, так сказать, на хороший и профессиональный коллектив телекомпании, или в этом есть нечто даже ритуальное. У меня такое ощущение, это ритуал мафии, который демонстрирует, что в этой стране она может все. Пожалуй, вот на этот раз наступила растерянность. Растерянность, потому что уму непостижимо за что? Ясно одно, что не за то, что он делал, а за то, что он, видимо, не хотел делать. Выступившие на пресс-конференции сделали резкие заявления в адрес фактически бездействующих властных и силовых структур. В конечном счете, убийство Владислава Листьева можно считать политическим убийством. Оно стало символом расправы над всеми думающими и заботящимися о реальном реформировании нашего общества людьми. Во дворе Центрального дома журналистов стоит памятник журналистам, погибшим в период Великой Отечественной войны. Похоже, пришла пора объявлять конкурс на сооружение нового памятника журналистам, погибших в эпоху реформ. По утверждению правоохранительных органов, к следствию по убийству Владислава Листьева подключены лучшие силы. Но уже ясно, что раскрыть это преступление по горячим следам не удалось. По данным Генеральной прокуратуры, возможно, выстрелы производились из разного оружия двумя людьми. Сейчас составляются фотороботы на двух подозреваемых, которые будут показаны по телевидению. Граждане, имеющие какие-либо сведения в помощь следствию, могут звонить по телефону 231-1273. Прокуратура продолжает проводить оперативно-следственные мероприятия и высказывает первые версии мотивов этого убийства. Сегодня на совещании в Генеральной прокуратуре были подведены первые итоги работы по делу об убийстве Влада Листьева. Как сообщил нам заместитель генерального прокурора Олег Гайданов, для раскрытия этого преступления привлечены сотни работников следственно-оперативных групп специальных подразделений. Какими новыми фактами располагает следствие на этот час? С определенной степенью достоверностью мы имеем представление об убийцах. Прежде всего, это молодые люди в возрасте от 26 до 30 лет. Составляется фоторобот, потому что видели их, ну, где-то в районе 6 человек. Их видели в лицо и могут опознать самое главное. Второй вопрос, который я мог бы сегодня уже, как говорится, не нарушая следственную тайну, сказать, то, что предположительно, значит, оружие, которое использовалось, это пистолет типа Браунинга. Есть гильзы пули. Какие наиболее вероятные версии этого убийства? Основная версия, над которой сейчас все мы работаем, является это убийство в связи с выполнением своих служебных обязанностей. Представляет очень большой интерес те документы, которые, как я уже говорил, имелись в кабинете, имелись в портфеле. И имеют причастность к созданию, вот к составу самому Совета учредителей. Есть письмо 10 рекламных агентств, где они, с нашей точки зрения, навязывали Листьеву свою позицию, отличительную от него. Все это предстоит с участием специалистов в этой области очень тщательному анализу. Специалисты сейчас тоже привлечены для этого. И мы надеемся, что и здесь мы найдем определенные ключи к разгадке этого убийства. В позиции Федеральной службы Монтразведки администрая сегодня нужно сделать все необходимое для того, чтобы разыскать убийцу. Я могу официально заявить о том, что уже сегодня создана в этом следственная группа, которая в теснейшем контакте с другими правоохранительными органами, прежде всего прокуратурой, внутренних дел, главного управления внутренних дел, осуществляет мероприятия по розыску, по исследованию причин убийства и розыску преступников. В руководстве Федеральной службы контрразведки включены в эту группу наиболее подготовленные профессиональные кадры, тем более, что сегодня уже ориентированы практически все наши 79 территориальных органов, органы военной контрразведки на выявление обстоятельств, независимо от того, где этот орган находится, на выявление обстоятельств, связанных с убийством. По вашему мнению, принципиальная разница между убийством и главным журналистом Дмитрием Холдовым и Листьевым? Я думаю, принципиально. Дима, как мужественный журналист, затрагивал персоналии. Он представлял угрозу для конкретных людей. А Листьев, мне кажется, стал представлять угрозу для системы. Сегодня правоохранительные органы принимают на себя ответственность за нераскрытые преступления, за нераскрытые убийства. Мне иногда хочется посмотреть в глаза депутатам и задать им один вопрос. А вот что вы сделали за это время для того, чтобы создать ту нормативную базу, те условия, в которых правоохранительные органы, то не только правоохранительные органы, но и суд, могли бы эффективно не только разыскивать преступников, но и каратить право всей силой нашего закона? Я полагаю, крайне необходимо в настоящее время принять ряд как нормативных, так и организационных мер по изменению ситуации в стране. Я полагаю, что, быть может, назрела необходимость выделить определенную совкупность лиц в категорию так называемых субъектов повышенной опасности. В настоящее время к ним я бы отнес политических деятелей, предпринимателей, в известном мире и журналистов. Я полагаю, что эти меры должны быть достаточно решительными, прежде всего на законодательном уровне. Я не исключаю и принятие некоторых чрезвычайных мер. На встрече с журналистами нашей телекомпании президент высказал резкую оценку действием руководства Москвы. Не исключено, что о разгуле преступности в столице шла речь и на встрече Бориса Ельцина с Юрием Лужковым. Нетрудно предположить, что разговор касался и убийства Влада Листьева. Напомню, в связи с этим, что прокурор и начальник ГУВД Москвы назначаются по согласованию с мэром столицы. Глава российского правительства Виктор Черномырдин назвал убийство Влада Листьева разбоем и пообещал, что правительство не пожалеет сил, чтобы защитить право на свободное слово от любых посягательств. Виктор Степанович, вчера погиб наш товарищ. Это большое горе для останки. Но, на мой взгляд, это еще и вызов государственной власти. Председателем попечительного совета является президент, заместитель председателя Иван Рыбкин. Как вы оцениваете случившееся? Ну, прежде я хотел бы высказать слова соболезнования семье, родным, близким, вместе. Мы его все знали. Это действительно горе. Обидно, что народ переживает, переносит на своих плечах такие тяжести ради того, чтобы преобразовать Россию, страну, все-таки находятся подлые элементы, которые стараются вылететь. Не пройдет. Я согласен с тем, что это вызов. И не только власти. Все, что мы делаем, все, что мы проводим, вызов нашей политики, вызов реформы, делать честью правительства, всех правоохранительных органов, во-первых, найти, разобраться и привлечь. Но, знаете, тут, может быть, особых указаний давать уже не надо. Хватит этих указаний. Немного ли мы несем потерь? Поэтому я могу ответить за правительство. Все, что надо и нужно делать, правительство будет делать. Я думаю, что Министерство внутренних дел, руководство уже получили выказания. Я с президентом. А это уже дело чести. Вы будете держать лично вы это дело под контролем? Я не просто под контролем. Я еще раз. Все, что надо делать и России, и я, и мне, и моим коллегам все будем делать. Беспредел надо прекращать. В адрес нашей телекомпании сегодня пришли тысячи телефаксов и телеграмм из официальных инстанций и от простых людей. В них слова соболезнования и гнева. Своё отношение к злодейскому убийству руководителя общественного российского телевидения высказали Госдума и Совет Федерации Патриарх Алексий и Конституционный суд, Всемирная организация писателей и Международный институт прессы. Соболезнования пришли от жителей села Фроловское Владимирской области и от рабочих Алма-Атинского машзавода. Телеграммы из сел и городов из России и стран СНГ идут в перемешку с соболезнованиями от посольств Израиля, Болгарии и других стран мира. Свои мнения высказывают и представители российских политических партий и движений. Нет сомнений, что это заказное убийство. Убийства спланированы определенными кругами. Я лично как практически работник проработавший много лет уверен, что за этим убийством стоят довольно солидные силы от мафиозного толка безусловно. Ну а если вот вы спрашиваете почему эти дела не раскрываются, я в практике знаю о том, что такие дела раскрываются в первые ближайшие 3-5 дней после того, как совершается это преступление. Все зависит от того, как будет построена работа. Первоначальные оперативно-развитные следственные мероприятия. сегодняшние положения у нас связаны с безопасностью личности в обществе. Ну вот кричащий вопрос. И надо просто принять кардинальные какие-то такие вот меры, чтобы они были действенны. Ну не получается у нас правоохранительными ничего органами, сколько мы уже и ставили, и говорили, и просили это. Ну вы понимаете, вот руки уже опускаются, не знаешь, что сделать. Какой принять закон? Хоть расстреливать что-ли, прилюдно тогда этих бандитов, чтобы наконец все это поняли. Мы потребуем, я уверен, мы потребуем отставки министра внутренних дел Ерина, директора Федеральной службы контрразведки Степашина, отставки генерального прокурора Дюшенко. Мы потребуем также отставки руководителей правоохранительных органов Москвы. Почему убийства, целая череда политических убийств остаются нераскрытыми? Я вижу здесь две причины. Либо это выпиющая, удручающая некомпетентность руководителей правоохранительных органов, либо это коррумпированность тех, кому поручается раскрытие этих убийств. Так как мы ведем борьбу с преступностью, я просто не рассчитываю на большой успех. А успеха не будет до тех пор, пока мы у преступности, у преступного мира не подорвем финансовую и экономическую основу. Гоняться за преступниками на улице и тем самым как бы обманывая себя, решать, что мы решаем проблему борьбы с преступностью, это пустое. Сегодня преступный мир имеет колоссальные финансовые средства. Сегодня ничего не стоит нанять убийцу на Камчатке, доставить его индивидуальным самолетом для того, чтобы он совершил в Москве, в другом регионе убийство, и тут же отправить. Преступный мир сидит на деньгах. Если мы здесь не наведем порядка, нездоровим ситуацию в России. Быть авторитетом у политиков Влад Листьев вряд ли стремился, но он наверняка хотел, чтобы его любили зрители, те, для кого он работал на всем пространстве бывшего Советского Союза. Помнишь слова Высоцкого «Я не люблю насилие и бессилие»? У тебя не кажется, что убийство Мения, Холодова и теперь Влада Листьева это прежде всего бессилие власти? Не кажется. Но я не могу себе представить, что эта гигантская армия высокопрофессиональных, мощных блюстителей порядка не могла с этим делом совладать. Значит, остаются две причины. Либо есть какие-то обстоятельства, при которых они не могут это сделать, либо они не хотят это сделать, что тоже я вполне допускаю, потому что чем хуже, тем лучше. меня поражает сейчас не только что у Владислава нет, потому что без него телевидение, экран-телевидение он офиротел, он был живым. И вот все, что живое, почему-то попадается сразу под ножи или пули. Болю и гневом отозвалась в Армении весть о подлом убийстве Владислава Листьева. В многомиллионном хоре всенародного возмущения естественно звучит и протест армянских журналистов, бастующих сегодня в Ереване. Мы считаем, что эти выстрелы, прозвучавшие в Москве, выстрелы не по конкретному человеку, по свободе слова. Нашего коллегу убили в тот момент, когда по всему постсоветскому пространству продолжаются запугивания журналистов, незаконное закрытие, как в нашем случае, 14 изданий, газет, агентств. Мы считаем, что сейчас одним из самых опасных профессий стала профессия журналиста, будь это в Чечне, будь это в Москве или в Ереване. Нас не запугать этим. Мы будем бороться до конца. Украинские журналисты сегодня вместе со своими российскими коллегами поражены той наглостью, с которой было совершено это убийство. Нам больно даже думать о том, что Влад Листьев мертв. Больно, действительно, больно до глубины души. И обидно, что такое вообще возможно. А страшно, смотря о каком страхе идет речь. Не о страхе за себя и за своих коллег, а страшно, что мы живем и работаем в обществе, где цена жизни талантливого журналиста, интеллигентного человека стоит меньше, чем минута рекламы в его же очень популярной программе. С одной стороны, это парадоксально, с другой, страшно. Для того, чтобы это изменить, нужно изменить отношение в обществе к нашей работе. С утра в Бишкекский корпунт Останкина на киргизское телевидение звонят люди с выражением соболезнования и гнева. Позвонили из далекого Аила Куршап Ожской области. Говорят, Владислав Листьев их земляк, учился в тамошней школе. Уточнить это не было времени, но совершенно точно другое. Владислав Листьев стал родным, близким в каждом киргизском доме. Это они стреляют просто гласность и демократия они стреляют. Это не первый раз. И самые страшные не находят убийцы. И я абсолютно не уверена в том, что убийцу Владислава Листьева найдут. Мы глубоко скорбим по поводу кончины мерчающей звезды Останкина. С самого начала взгляд Владислава Листьева был открытым и честным. Ему отплатили взглядом через прицел пистолета. В час пик своей популярности заставили замолчать. Надеясь, видимо, запугать выстрелом в спину каждого из нас, для кого единственным оружием всегда были и остаются микрофон, камера, перо. Свободу слова уже не душат. Ее расстреливают. Поперхнувшись перестроечной гласностью и охрипнув от окриков, кто-то, видимо, решил в эпоху новых демократических преобразований перейти к следующему этапу отношений со средствами массовой информации. Сделать их попросту мишенью. И не только критических стрел, как в центре, так и на местах. Об этом, о своей незащищенности, с возмущением и болью говорили журналисты, работники издательств, саратовских газет, сотрудники местной телерадиокомпании. Убийство российского тележурналиста вышло за рамки территории, которая охватывает сегодня вещание Первого канала. О трагедии услышали и в мире. Реакция германской прессы на убийство нашего коллеги была мгновенной. Первая государственная программа АРД дала прямой репортаж спустя час после трагедии. Комментарии Томаса Рота из Москвы и других телеведущих сводятся к одному. На глазах власти и при их практическом бездействии творится абсолютный беспредел, все больше затрагивая ту самую, четвертую признанную и уважаемую во всем мире власть. Трагедия еще раз подтвердила, заклания рук высшими чиновниками, громкие обещания побороть преступность и их личный контроль в сегодняшней России также действенны, как панихида, говорится в репортаже ВДР. Немецкие журналисты указывают на явную зависимость убийства Листьева с планами глобальной перестройки Останкина и в первую очередь ее рекламных служб. Деньги и политика две стороны одного целого, преступного всероссийского спрута, так считают журналисты в Германии. Бесшумные преступные выстрелы в подъезде тихого московского дома, обрывавшие жизни творчества талантливого журналиста Владислава Листьева, в тот трагический вечер громким эхом почти моментально отозвались во Франции в средствах массовой информации. Все радиостанции и телевизионные каналы донесли до своих слушателей и зрителей эту печальную весть из Москвы, подчеркнув большой вклад Владислава Листьева в обновление и демократизацию российского телевидения. Генеральный директор ЮНЕСКО Федерико Майор от имени этой представительной организации ООН, одна из основных задач которой защищать в мире свободу слова и права журналистов, заявил сегодня в Париже в интервью для программы «Время», что убийство Владислава Листьева это большая трагедия. Он останется для всех его знавшим человеком, лично многое сделавшим для того, чтобы свободное и правдивое слово пришло на российский телеэкран. Лучшей памятью о нем, подчеркнул Федерико Майор, будет преумножение нашей борьбы против тех, кто рассчитывает насилием изменить ход событий, поставить их под свой преступный контроль. От всего сердца приношу свои глубокие соболезнования семье Владислава Листьева и его детям. Пусть они знают, что их отец отдал свою жизнь за торжество идеалов терпимости, свободы и справедливости. Вы знаете, я просто в себя не могу прийти, это уже буквально вчера, 1 марта вчера было, 5 часов дня я смотрела передачу из Останкина, час пик от Листьев, о наркомании, о всех этих проблемах говорил. И вдруг я буквально через 2 часа вижу его партнер, я думала, что какой-то идиотский розыгрыш, так думаю, на телевидении не разу может быть, так показать партнер, что он убит. Я просто уму непостижимая, я до сих пор не могу в себя прийти. Объяснение этого найти просто невозможно, я не знаю. Мне кажется, что сейчас Россия в таком каком-то жутком состоянии находится, моральном. Народ должен потребовать от депутатов законов, в конце концов. Не решают они, не хотят, я не знаю, почему они не издают наконец законы, которые бы охраняли просто граждан нормальных, даже если это не знаменитый телекомментатор или работник центрального телевидения был, директор назначен, по-моему, да, сейчас. Генеральный директор. даже не потому, просто рядовой человек. Как можно жить, подвергая жизнь свою ежеминуту вот такой дикой какой-то опасности? Запрети их, я не знаю, в этом, в зале заседания, ну, не выпускайте до тех пор, пока они не решат, дайте им там, понимаете, поесть солдатский паек и раскладушки поставьте, ну, не выпускайте, иначе это бесконечно будет, это же будет бесконечно, шлепают, людей каждый день читаю в газетах того убили, другого убили, еще убили, и к чему это в конце концов придет? Это же в конце концов атомную бобу, что ли, бросит на Москву, я не знаю, что это такое. Спасибо вам большое. Я вам выражаю свои соболезнования, вы знаете, потому что это, в общем, действительно страшная совершенно история и самое главное, чем это вообще все кончится. Дай Бог, чтобы она больше не повторялась. Будем надеяться, конечно. Спасибо вам большое. Здесь США приходят к выводу, сбываются самые мрачные предположения о том, что на самом деле представляет из себя Россия. Сегодня желающих видеть в нас партнеров еще меньше, чем вчера. На своих экранах они видят то же, что и мы и чувствуют, наверное, то же, что и мы. Горечь и разочарование. А нам-то казалось, им наших проблем не понять. Хорошего американцам о нас не показывают. Пресса почуют лишь сообщениями о мафии, коррупции, о том, что жизнь не стоит ни гроша. Вот и сегодня газета New York Times сообщает об убийстве Влада Листьева, а рядом фотография массовое захоронение жертв войны в Чечне. Официальной реакции на убийство пока нет. Разница во времени между Москвой и Вашингтоном 8 часов. Завтра нам предстоит прощание. 3 марта в 14 часов в концертной студии Останкино пройдет гражданская панихида. А похороны Владислава Листьева состоятся в субботу, 4 марта. Редактор субботу Корректор А.Егорова 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 Корректор А.Егорова